Транстелеком меняет колею. Транстелеком меняет колею. Оператор РЖД может продать. B2C. Бизнес. Газета Коммерсант номер 65 от 12 апреля 2019 года. Строение 9 подконтрольный ООО РЖД. Оператор связи Транстелеком. ТТК. Может выйти из бизнеса по предоставлению широкополосного интернет-доступа. ШПД. В сегменте. B2C. Проект стратегии оператора предусматривает продажу интернет-провайдерского бизнеса. Исходя из оценки около 9,11 миллиардов рублей крупные участники рынка вряд ли будут готовы купить его целиком, считают аналитики. Проект стратегии ТТК до 2025 года предусматривает продажу бизнеса компании по предоставлению интернет-доступа в сегменте B2C. Следует из письма, копия есть у твердый знак, гендиректора РЖД Олега Белозерова председателю совета директоров РЖД и вице-премьеру Максиму Акимову. В РЖД от комментариев отказались. Источник твердый знак, знакомый с ситуацией, сообщил, что стратегия ТТК на совет директоров пока не выносилась. В самом ТТК сообщили, что сейчас у компании нет утвержденной стратегии до 2025 года. ТТК – один из крупнейших в России интернет-провайдеров. По данным ТМТ-консалтинга, по итогам 2018 года он занимал пятое место на рынке ШПД по размеру абонентской базы среди физических лиц после Ростелекома, РТелекома, МТС и Вэмпелкома. Впрочем, реальный размер активной абонентской базы ТТК оказался меньше оценок аналитиков, следует из документов компании. Вся активная абонентская база ШПД и сегмента группы компании ТТК в 2018 году составила 901 тысячи домохозяйств, а в сегменте платного ТВ – 413 тысяч средняя выручка на пользователя. АПУ У ШПД и абонентов составляло 369 рублей в месяц, а у ТВ и абонентов – 115 рублей. ТМТ-консалтинг оценивал базу ТТК в 1,8 миллиона подключений. Общее число абонентов ШПД в России достигло по итогам 2018 года 33,2 миллиона, объем рынка – 134,8 миллиарда рублей. Стоимость Бизнеса ТТК в документах компании оценивается в 8,9,6 миллиард рубль. Прогнозная выручка группы компания на 2018 год в этом сегменте составляла 5,5 миллиарда рублей. При общей выручке 25,2 миллиарда рублей на 2019 год заложены практически аналогичные показатели. При этом ТТК планирует получить чистую прибыль в размере 326 миллионов рублей в числе основных рисков неисполнения бюджета. На 2019 год указывается снижение активной абонентской базы массового сегмента из-за давления со стороны конкурентов. Это грозит потерей выручки на 250-350 миллионов рублей. Отключение крупных клиентов из госектора в связи с приказом президента РФ о назначении Ростелекома единственным поставщиком услуг в связи для федеральных органов уже привело к серьезным потерям для ТТК. Прогноз выручки компании на 2018 год оказался ниже на 921 миллион рублей относительно ранее спланированного бюджета. Также произошло резкое падение цен на транзит международного голосового трафика, а со стороны РЖД не были сформированы и запланированы заказы на цифровые сервисы, указывается в документах. В числе значимых событий ТТК указывает также закон Яровой, требующий крупных инвестиций. Увеличению выручки ТТК должны способствовать развитие партнерств в сфере интеграционных проектов, развитие проектов интерактивного ТВ и виртуального мобильного оператора MVNO. Положительный эффект на показатель EBITDA. Также должны оказать сделки по продаже непрофильных активов, футбольного клуба «Локомотив», доля ТТК в котором оценивается в 3,4 миллиарда рублей. Об этом твердый знак сообщал 10 апреля и отраслевого центра разработки и внедрения информационных систем РЖД. Указанная компанией стоимость ШПД активов адекватна, учитывая размер выручки, считает гендиректор ТМТ-консалтинга Константин Нанкилов. По его мнению, актив может быть интересен крупным игрокам для увеличения рыночной доли там, где ТТК занимает заметную долю у локального рынка, в Ростове-на-Дону, Рязани, Сыктывкаре, Магнитогорске, Барнауле, Хабаровске и ДР. Кроме того, компания присутствует во многих небольших городах, где, кроме ТТК и Ростелекома, другие крупные операторы не представлены, указывает он. По мнению аналитика Райфазенбанка Сергея Лебина, вряд ли Ростелеком и сотовых операторов заинтересует. Бизнес ТТК целиком, ШПД рынок в целом продолжает стагнировать, и операторы скорее будут развивать конвергентные предложения, чем наращивать базы. Наиболее активен на рынке МНД в этом сегменте сейчас РТелеком, но он сосредоточен на поглощении небольших региональных игроков, рассуждает господин Анкилов. В Ростелекоме, РТелекоме, Вампелкоме и МТС отказались от комментариев. Юлия Тишина, Наталья Скорлыгина, Денис Скоробогатко Редактор субтитров А.Семкин